Где у нас стартап котики? Мяу, мяу Как растут стартап котики? Пяу, пяу Кто у нас стартап котики? Мы бестов, ты бест, мяу Станете юной корненой? Да, мы шам здесь не место С вами Дмитрий Смирнов Человек, выдающийся во всех отношениях Но больше всего выдающийся своим Flint Capital И я хочу начать с того, что тебе чуть-чуть Давай пропою дифирамбы Чтоб тебе было неловко А из-за того, что тебе станет неловко У нас получится более забавное Я сейчас дифирамб пропою Потому что вот у нас в TMT Где я партнер У нас есть несколько любимчиков Я их не буду выдавать И вы у нас в числе любимчиков Мы когда говорим о ком-то В том числе о Flint Всегда говорим Типа, блин, классные ребята Спасибо С этим молодцы Ну и вам тоже спасибо Слушай, я спасибо тебе за то, что пришел Я хотел сделать так, чтобы то, что мы с тобой обсудим Было максимально полезно стартапчикам И я знаю, у тебя огромное количество DealFlow и партнеров И огромное количество разговоров со стартапами И мы тоже с утра до вечера В общем-то то, чем занимаемся Это вот то, что называется Legwork То есть один стартап, другой стартап И так далее Какой бы ты главный полезный совет им дал Потому что, знаешь, они приходят И они все чудесные, классные ребята С горящими глазами Но как бы от всех остаются разные впечатления Что вот такое вот главное Что ты хотел бы, чтобы стартапы знали И о чем бы они думали Ну, наверное, я буду, говоря про стартап Поговорить и о себе, да И о нас вообще, о венчуристах Мне кажется, что важно, чтобы они не боялись Брать венчурных капиталистов себе на борт Что называется, да Чтобы они понимали, что за время существования бизнеса Бизнеса, который они строят Можно произойти все, что угодно И лучше, если они будут подготовлены к этому И лучше, если они будут не одни А уже будут какие-то помощники В том числе, вот такие, как мы Венчурные фонды Помогать и финансами И советом И экспертизой какой-то И причем не обязательно помогать В той ситуации, когда все очень плохо Да, можно Мы можем хорошо помочь И в той ситуации, когда все очень хорошо Сделать еще лучше Вот поэтому, наверное, да Основная мысль Это не бойтесь венчурных инвесторов Мы не кусаемся Мы стараемся действовать исключительно в интересах Тех бизнесов, которые вы строите Хотя, как ты знаешь, мы сделали с ребятами Все из которых тебе известны VC-кухни, где, в общем-то, мы постоянно как раз кусаемся То есть приходят чудесные стартаперы И мы их просто разрываем Ну, когда ты уже покусал кого-то и понял, что ты хочешь дальше кого-то кусать И ты уже с ним начал совместный бизнес Тут ты уже начинаешь его и поглаживать Да, да Есть такой, знаешь, как бы love-hate relationship Это точно Слушай, ну вот смотри Вы очень классные Давай, я последний больше не буду петь дифферамбы Вы очень классные в том смысле, что у вас очень много экзитов Ну, и у нас тоже То есть мы стараемся изо всех сил Когда мы инвестируем Не потерять главный смысл того, что делает венчурный капиталист Он или она там не просто играется А находит те стартапы, которые вырастут и как бы создадут value Не спрашивая тебя раскрыть никакие секреты Ну, хотя, наверное, они у нас общие и у нас такие же Что вот для тебя и для вас, как для Flint Capital Такими являются главными вот критериями Когда вот мы бурно, например, очень часто обсуждаем сделки Там кто-то за, кто-то против Что для вас вот так вот очень мощные доводы В пользу того, что вот, ну, очень большой шанс, что компания будет успешна На самом деле, это же как, все субъективно Кому-то нравится что-то одно, кому-то нравится что-то другое В споре, как правило, и рождается у нас истина И не факт, что мы угадаем, мы можем проиграть Да, но за то время, сколько вот каждый из партнеров Flint Capital, я, Сергей, Андрей Занимаемся сделками, мы уже почувствовали Да, есть, скажем так, некая чуйка Что будет залетать, что не будет Но еще к этому хочу добавить, что Вообще венчурная индустрия, она такая абстрактная вещь И конкретизировать ее могут, наверное, какие-то предприниматели Очень глубоко разбирающиеся в своем бизнесе Очень глубоко его понимающие И они вот эту вот такую общую вещь делают более конкретной И вот кто сможет для нас показать Вот эту вот конкретность в той или иной компании С тем мы готовы двигаться дальше Я поясню, что я имею в виду Мне кажется, сейчас больше все эти истории Построения новых бизнесов, они больше про бизнес интеллигенс И кто будет, кто работать умеет с собственной датой Которая есть в компании Кто может строить прогнозные математические модели Ну, потому что эта история не про one-day retention Да, не про seven-day retention Эта история достаточно более длинная И кто вот этот предикт сможет качественно нам показать Вот с тем мы готовы двигаться очень плотно, долго И к большой какой-то цели К большому экзиту Ну, очень резонно А вот смотри, в типично Поправь меня, если я не прав Но типично в хорошем венчурном капиталисте Наверное, в большей степени, чем в Ангеле Или в корпоративном висе Наверное, должны быть, ну, я так думаю Две составляющих Одна составляющая Это такой очень дотошный, циничный В хорошем и в плохом тоже, в смысле, циничный Ориентированный на конкретику, на бизнес, на результаты На цифры, на там, customer acquisition cost Lifetime value и все вот эти вещи Человек Но с другой стороны Есть же еще другая составляющая, довольно важная Ты не можешь не быть в какой-то степени идеалистом Ты не можешь не быть в какой-то степени мечтателем Иначе ты просто будешь, ну, обычным банкиром Который только смотрит на цифры Как вот в твоем понимании Вот эти две вещи сочетаются? Они же зачастую противоречат А ты знаешь, это вот этапы некого процесса То есть сначала идет работа аналитиков Где вот как раз про ту часть, когда ты сказал Жестко про цифры, да? Про перспективы, про рынок Объем, доля, на котором может претендовать стартап А дальше на основе этого Этих данных, которые тебе аналитики подготовили Ты как бы их принял Ты их осознал, что называется А дальше ты уже включаешь свой мозг Вот А он у тебя уже, наверное, имеет все-таки Некой big picture, да? Тренды Какое-то немножко видение там, да, будущего Много мы проводим время с фаундерами С потенциальной командой Кого фаундер берет в себе в команду Мы с ними проводим тоже определенное время Слышим, слушаем Иногда одинаковые вопросы задаем людям Смотрим, как они на одинаковые вопросы Поотдельно от друга отвечают Мы смотрим, получается там коллектив Не получается Вот, поэтому Да, это некий процесс И в нем есть вот эти элементы Решение Решение, да, но и на Сухих данных принимается И на своем каком-то понимании Того, что может быть Ну, то есть С одной стороны Есть некий какой-то такой этап Да, да, больше вот именно Квалитейтив Я не знаю Квантитейтив наоборот Да, и только пройдя его Уже действительно можно Говорить о мечте и прочем Одна из самых забавных Таких Ироничных, что ли Один из самых ироничных фактов Жизни В том, что мы с тобой Действуем в сегменте Где По сути, как бы Есть вот две таких Достаточно четко определенных роли Есть роль предпринимателя Там, стартапера Есть роль инвестора Виси Вот В моем таком понимании У них иногда То есть момент, когда Инвестор проинвестировал со стартапером У них в очень-очень многом Интереса одни и те же Ну, чтобы компания была успешна Чтобы она там Был хороший экзит Чтобы все заработали Ну и, естественно Там другие какие-то вещи То есть эта компания Конечно, хочет как-то Изменить мир к лучшему Любой человек хочет Гордиться тем, что он делает Радоваться тому, что он делает Работать с классными людьми Там и так далее, и так далее Но При всем при этом Все равно это два Очень-очень разных человека То есть вот я для себя Так определяю Что Виси Это человек, который По необходимости Человек достаточно Поверхностный В каких-то отношениях Да, мы не можем Столько сегментов Так глубоко знать Но в то же время Человек, который Постоянно Жадно Нагребает себя Огромное количество знаний А стартапер Человек, который Зафокусирован На своем бизнесе И он Знания, может, и нагребает Но он такой Больше как бы Дуор Чем Я не знаю, как Парус сказать Делатель Чем Вот Как ты думаешь В чем вот основная Такая вот дихотомия В чем Разница между Подходами Виси И подходом Стартапа Так и, наверное, Должно быть Вот так Наверное, эффективно Вся Вся индустрия И работает Когда есть человек Который сосредоточен На конкретном Проекте И Есть кто-то Кто Работает с ним Можно сказать В связке Но при этом Имеет некий Такой Хеликопт Ревью И Важно Как раз Обогащать Друг друга Этими знаниями Мы же Когда проводим Советы директоров Мы же не только Про компанию Говорим Пришли Начали Цифры показывать Все Обсудили Разбежались Нет, мы приходим Сначала о природе О погоде Потом о трендах Каких-то Потом мы обсудили Что непосредственно С бизнесом происходит И закончили Опять неким Визионированием Вот Это Не всегда Такие борды Проходят Но достаточно часто Вот И Друг друга Обогащать Очень важно И очень важно Как раз Чтобы стартапы Понимали Когда у них Все получается Когда все Перформит Они там говорят Мы больше не хотим Размываться Ну нафиг Там давай Мы оставим Все как есть Вот у нас есть Там Борт Мы с этим бордом Дойдем до миллиардной Аценти Ну хрен Не дойдем Мы таким бордом Каким бы мы там Прекрасные не были До миллиардной Оценки Нам нужны Будут еще какие-то Умные люди Давайте их брать Они придут со своей Экспертизой Ну вот И Чем больше Экспертизы Тем лучше В какой-то момент Может быть Надо запустить Какие-то еще Новые продукты Новые сервисы Упустить момент Нельзя Поэтому Нормальный такой Процесс А вот Смотри Очень Очень смежный Такой близкий Достаточно вопрос Я с этим Например Постоянно Сталкиваюсь В Понимании Хорошего Предпринимателя Как бы Вот есть бизнес Этот бизнес Растет И как бы Ну вот Все хорошо Клиенты Клиенты довольны Рост какой-то есть За исключением Некоторые Такой Очень Ну не хочется Оскорблять Географически Никого Вот очень Такой Типичный Silicon Valley Тусовки Я не очень Часто вижу Что люди Были бы настроены На такой Головокружительный Рост А виси Конечно Как бы Нам хочется Чтобы компания Два в три раза И так далее Росла Я часто Вижу Что С точки зрения Инвестора Как бы Ну да Вы выросли Типа на 50% А можете на 80% Вот Как вот этот момент Вот В твоем понимании Я постоянно вижу Что Естественно Мы всегда Миноритарии Да И вы И мы Практически Все виси Мы не можем Заставить никого Мы не хотим Репутацию свою портить Но вот Как ты видишь Как это разрешается Вот то Что предприниматель Видит Ну как бы Рост и рост А виси Говорит Блин Медленно Слушай Ну Это проблема На самом деле Ты обозначил Сейчас проблему Действительно Потому что Предпринимателю Нужно Чтобы у него Продукт был хороший Сервис был хороший Качественный Он Безусловно Тебе декларирует То что он хочет Расти И расти Агрессивно Но По факту Мы действительно Понимаем Что нужно Расти еще Агрессивнее И может быть Всем нам Надо немножко Ужаться По владению Внутри компании Какой-то Новый Коммитмент Взять Новых Партнеров На это Все идут Очень неохотно И С этим бороться Не просто С этим бороться Как бы Надо быть откровенным Можно сколько угодно Говорить Да Мы там знаем Как с этим бороться Ни хрена Никто не знает Как с этим бороться Нет общего Какого-то рецепта Всегда Это очень индивидуально Иногда Это решается Тем Что Фаундер Уходит на Визионерский уровень Условно говоря В совет директоров Или Просто уходит С позиции человека Который Однозначно Отвечает За развитие Вот Или просто берется Кто-то Кто отвечает За развитие И он тогда Является Ну то есть Внутри всегда Должен Какой-то Быть Человек Который Является Драйвером Этого процесса Если ты понимаешь Что этот драйвер Который был фаундер Он немножко сдох Устал Или еще что-то И он Начал немножко Менять приоритеты Давайте лучше Здесь допилим Здесь подпилим Здесь у нас Костыли Уберем их И так далее Ну блин Ты будешь Убирать Костыли А параллельно Твой конкурент Уже Делает Экзит И будет Отдыхать В Калифорнии И пилить Новый стартап Да Легко Или даже Несколько Драйвер Нужен драйвер Да Драйвер Абсолютно Точно Вот Мы сейчас С тобой Ты постоянно Своими ответами Вводишь меня На следующие темы Следующая тема Такая То есть Хочешь или не хочешь Если ты хороший инвестор Ты строишь же отношения Со своими предпринимателями Правда Это не отношения Банкира И Компании Правда То есть Это очень отличается Банкир как бы Присылает тебе Деньги Ждет отчетности Делает залог И все У тебя Ну как бы Я уверен Что ты согласится Многое зависит От этого Даже От того Какие у тебя Отношения С Командой С Топами Компании И Это Нас ведет К вот Какому вопросу С моей точки зрения Опять же Я уверен Что из твоей тоже Такая штука Как репутация Она абсолютно бесценна Ну то есть У нас Я пост Недавно делал Насчет того Что все Что у нас есть Это знание Репутация И ресурсы Все Больше у нас Нет ничего Как 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 Быть Как быть Инвестору Как быть Предпринимателю Насколько Важную роль Играет Репутация И Есть ли Какие-то Вещи Которые Стоят того Чтобы поступить Репутация Слушай Я тоже Как-то Делал Пост В свое Время Несколько лет Наверное Назад И тогда Пришел К выводу Что Составляющие Успеха Венчурного Фонда Их там Несколько И Самое Важное Конечно Это Обладание Достаточно Широким Нетворком В Венчурной Среде И Репутация Почему Потому что Нетворк Тебе позволяет Вот эти Лиды Видеть А Репутация Тебе позволяет Эти лиды Превратить В Сделку Потому что Если у тебя Лиды приходят А репутация Так себе В итоге Ничего Не выгорит Вот И Стараемся Конечно Быть Founders Friendly Работать Действительно Работать После того Как проинвестировал Работать Помогать Всегда У нас Мы В мессенджерах На связи Помимо Тех Формальных Бордов Которые мы Проводим Мы все время На связи Мы всегда готовы Помогать Мы готовы Знакомиться Друг с другом Мы ищем Экспертизу Для них Внутреннюю Внешнюю Даем Вот Стараемся Во многом Конечно Помогать Founders И если Даже они Там что-то Делают Не так Стараемся Как-то Аккуратно Им Говорить о том Что Надо бы Здесь Наверное Поменять Какие-то решения Которые были Приняты Но никогда Не делаем Это в какой-то Агрессивной Манере И В ситуациях Когда Откровенно Ребята Некорректно Скажем так Себя Ведут Мы стараемся Исходить Из того Что Бог Вам Судья Мир Круглый Какая-то Какая-то Маленькая Условно Говоря Выгода В моменте Она Не даст Ничего Хорошего На Лайфтайм В перспективе Всей жизни Абсолютно Слушай А вот Очень часто Слышишь От стартаперов Такую Я не знаю Где они Это вычитали Очень смешную Штуку Что Типа Только 5% Из Венчурных Фондов Успешно Это Не так Совершенно Я Смотрел Pricewaterhouse Репорт Совершенно Не 5% Более того Постил Несколько раз И продолжает Это гулять Что 95% Лузеры И так далее Но Вопрос Тем не менее Остается Вот Давай Я попробую Сформулировать В моем понимании Так В одной минуте Что такое Успешный Венчурный Фонд А ты мне Скажи Может Ты немножко Не так Это видишь Вот В моем понимании Успешный Венчурный Фонд Это фонд В котором Работают Классные Умные Ребята Профессионалы Которые С утра До вечера Ну Иногда Даже Буквально С утра До вечера Занимаются Вот этим Пресловутым Legwork То есть Постоянным Поиском Dealflow Постоянным С утра До вечера Поиском Классного Dealflow У которых Есть Достаточно Четко Определенная Бизнес Стратегия У которых Есть Достаточно Четко Определенные Сегменты Географический Бизнес Стадий И так далее Которые Они идут И Ну Они Может Могут Ногой Пробовать Воду Вне Но Все равно Основной Фокус Остается И Это Те Люди Которые Вот Как мы С тобой Говорили Которые Поддерживают Свою Репутацию Которые Активно Работают Со Стартапами Стараются Быть Для них Классным Ресурсом Вот В моем Понимании Вот Успешный Венчурный Фонд Есть ли Какие Моменты Которые Упустил Или Которые Ты Считаешь Что Может Я Напрасно Да Я В принципе С тобой Согласен Вот Видеть Достаточно Крутые Компании Он Их Должен Видеть То есть Он Должен Воронки Сформировать В Экосистемах Развитых Где Формируются Эти Компании Например Израиль США Нужно Сформировать Достаточно Широкие Воронки Чтобы Они Хотя Бо Туда Попали Потому Что Если У Тебя Узкая Воронка Где То Хорошие Компании Тебе Даже Не Попадут На Самый Верхний Урод Поэтому Да И Кто Может Это Сделать Ну Наверное Человек Который Обладает Опытом Способен Системно Как-то Обрабатывать Информацию Иметь Хороший Нетворк В этом Месте И Наш Опыт Показывает Что Да Мои Партнеры Сергей Который По Восточному Побережью Работает По Израилю Андрей Который Отсмотрит Европу Западное Побережье Ну Как бы Они Мощные Венчурные Инвесторы И Они Действительно Приносят Очень крутые Очень крутые Компании Вот И Без Людей Ничего Не будет Люди Конечно Ну Так же Как мы Знаешь Когда мы Говорим Мы Инвестируем В Людей Когда мы Говорим Про то Во что Вы Инвестируете В Первую Чуть Хочется Сказать Что Мы Инвестируем В Людей А Уже Потом Чем Эти Люди Занимаются Вот И Здесь Да Мы Такие Же Да Мы Такой Же Условно Говорят Они IT Стартап Мы BC Стартап Поэтому Команда Конечно Команда Очень Много Решает Ну У вас Очень Классная Команда И Андрей Сергей Офигенские Ребята У У Нас Вообще Десять Человек У Нас Вообще Десять Человек Я Веду Партнером У Нас Очень Распределенная Структура И В Мэнло Парк И В Бостоне У нас Headquarters И В Тель-Авиве Еще У Нас Тут На Кипре Есть Представительство И В Минске Такие Как раз Стратегические Восточная Европа Ближний Восток Западное Побережье Восточное У У Все Правильно Да Поэтому То Что Сейчас Произошло Для Нас Не Стало Какой-то Сложностью Удаленная Работа Для Нас Но Нельзя Путать Удаленную Работу С Работой Из Дома Удаленная Работа Подразумевает Что У Тебя Нормальное Месо Кресло Стол Прочие Причин А Работа Из Дома Это Ты Одной Рукой Яичницу Жаришь Другой Отвечаешь Кому Мы Организовали Давно Уже Удаленную Работу Поэтому Сейчас Проблем Нет Здорово Слушай Ну да Мы все Немножко Видоизменяемся И в этой Связи Вот Следующий Вопрос А ты Видишь Как-то Если Смотреть На Историю Венчурного Капитала Такого Модерного Венчурного Капитала 70-80-х Годов И Особенно Уже Настоящего Такого Современного 90-х Он Точно Видоизменился Очень Много Всего Произошло В долине Точно Очень Сильно Поменялся И то Как он Себя Ведет И так Далее А Ты Видишь Как-то Как Венчурный Капитал Поменяется Либо Может Быть По-другому Надо Ли Нам В чем-то Меняться Вообще Как Сегмент Индустрии Ты Знаешь Я Вот Жду Этого Я Вот Смотрю Как Все Происходит И Для Меня Это Меняется Не Так Быстро Я Не Что Там Быстро Что Меняется Все Вокруг Нас Все Быстро Меняется А Вот Венчуре Какой-то Я не знаю Застой Не знаю Может Может Это Конечно Правильная Выбранная Тактика Стратегия Там Люди Зарабатывают И Всех Это Устраивает Но Я Жду Что Что Поменяется Я Не Не Драйвер Да Я Не Штормлю На Эту Тему Не Устраив Мозговые Штурмы Но Мне Очень Хочется Чтобы Что-то Поменялось И Если Будет Такая Возможность То Я Был С умными Людми Вы Поштормил На Эту Тему Потому Что Есть Какие-то Мысли Свои Которые Можно Было Поделиться Потому Что Мне Кажется У Нас Все Так Очень Медленно Все Происходит Хочется Хочется Что-то Нового Хочется Какие-то Модели Посмотреть Новое Может Как-то По-другому И Понятно Что Там Сейчас Обсуждает Это Биржа Там Карта Собирается Делать Но Это Наверное Один Какой-то Маленький Шаг Который Мог Быть Сделан Я Думаю Что Таких Шагов Должно Быть Несколько И Если Будет Какая-то Модернизация Венчура Я Буду Не Участвовать Я Готов Но У У меня Такие Ж И Акселератора И Венчурный Мы Чуть-чуть ТМТ Инвестмент Немножко Раньше Вас По стадии Вы Чуть-чуть На Более Позднее Вот Но Как бы Все это Пройдя У меня Тоже Постоянное Такое Ощущение Знаешь Когда Читаешь Таких Старых Монстров Вот Я Читал Эн Винблэт Не Читал Ли Ты По-русски Исповедь Венчурного Капиталиста Знакомое Название Возможно И Я Почти Уверен Что Читал Старая Очень Книжка Средина Или Конец Девяностых Годов Где-то 98 Вот Она Одна Из Таких Монстров Венчурного Капитала И Знаешь То Что Она Описывает Оно Как Было Так И Есть Очень Люблю Эту Книжку Кстати Всем Дико Советую Запущу Тут Ссылку High Stakes No Prisoners Не Берем Чарли Фергисона Офигенская Книжка Старая Престарая Год Где-то 97 98 Чувака Который Придумал Vermeer Technologies Который Потом Стал Помнишь Ты Front Page Помнишь Майкрософт Одно Время Да Конечно Моя Юность А Прости Не хотел Выдавать Да Выдавать Но Книжка Совершенно Офигенская И Он Очень Критичен По поводу Висис И он Сигму Бостонскую Разделывает Как котлету Еще Больше Но Я смотрю На те Практики И прошло Сколько Скоро 25 Уже лет Для нашей Индустрии Безумно За 25 лет Поменялось Все И Не поменялось Вообще Ничего Все Как было Все Точно Так же Есть Да Кстати Прикольно Было Бо Большим Коллективом Гораздо Чем Ты И Я Просто Поболтать Может Из этого Ничего И не Выйдет Кроме Интересного Трёпа Но То Что Я вижу Какие-то Моменты Они Совершенно Жутки Например Вот Тот Момент Что В общем Так Какая-то Такая Пирамида Наверху Которая Находится Очень Небольшая Группа Нас И Наше Решение И И наш Deal Flow Они Очень Далеки От Того Каким Они Могли Быть Они С Моей Точки Зрения Они Очень Неэффективны Они Связаны С Персонали С Личными Знаниями С Политикой Там И так Далее И так Далее Вот Странно Что Это Никак Не Я думаю Что На нашем Веку Еще Все Возможно Я На самом Деле Даже Надеюсь Дмитрий Смотри А вот Еще Такой Вопрос У Каждого Виси Существует Более Или Менее Своя Стратегия Насколько Ты Насколько Вы Как Флинт Даже Не знаю Как Правильно Сказать Насколько Вы Не То Что Гибкие А Открыты К тому Чтобы Пробовать Новые Сегменты Новые Какие То Стадии Новые Географии Все Хорошо В меру Вот Поэтому У нас 20% Четко Инвестиционных Средств Алоцировано На Оппортунистические Истории Круто Поэтому Чек В 200 Тысяч 250 Тысяч Долларов Может Быть Нами Выписан Несмотря На То Что Мы Инвестируем Как Правило 2-3 Миллиона Но Если Мы Видим Что Блин Команда Звездная Поэтому Мы Можем Такие Вещи Делать Мы Можем Смотреть Куда Куда Мы По Идеи Как Ключевое Направление Не Смотрим Например Тот же Далеко Ходить Не Надо Мы Инвестируем В Кампанию Калифорнии Кстати Говоря Майти Билдинс Ребята Делают 3D Принц Домов Вот Нас Из этого Раунда Можно Сказать Попросили Сначала И нам Пришлось Договариваться С Хосла Венчурс И после Разговора С Хосла Венчурс Нас Взяли Обратно И мы Сделали Эту Сделку Вот Тебе Прям Яркий Пример Прикольно Слушай А если Не секрет Если Секрет То Не Надо А разговор С Хослой Вы Объясняли Что Вы Классные Ребята И Вы Нужны Или Да Именно Чем Будем Помогать Хосле Никто Не Нужен Зачем Экспертиза Деньги Все Есть Да Ну Удалось Убедить Что Мы Тоже Будем Полезны Хотя Я Тебе Насчет Хосла С огромным Уважением К ним Отношусь Но У нас Тоже Была История С Одним Из Наших Больших Успешных Стартапов Где Сам Венот Хосла Встретился С СЕО И СЕО Пришел У нас У нас То же Сам Сам Венот Сам Венот Решает Но Там Закончилось Не так Там Закончилось Тем Что Венот Сделал Предложение И он Сделал Предложение Круче Чем Предложение Ну Там Тоже Были Ключи Вторые Но Не Настолько Ключи Как Хосла И СЕО И Там Все На Борде Это Поддержали И СЕО Отказал Хосле Причем Он Он Предложил Лучшие Деньги Он Как Блон Хосла Но Он Ему Отказал Но Я Не Называю Компанию Поэтому Можно Это Рассказать Но Как Ему Тоже Венот Понравился И Все Было Очень Классно Но Он Сказал По Той Причине Что Тоже Мы Сказал Вот Наше Видение Такое Должен Делать Напрасно Делаешь Что-то Ты Не Понимаешь Этого И Он Сказал Слушай Там Венот Ты Дико Крутой Чувак Безумно Интересно Там И так Далее И так Далее Но Мы Движемся Не В Этого Дорого Спасибо Вот Вот Такое Бывает Такое Происходит И У нас Такое Тоже Было И Было В Израиле По-моему Даже Пару Раз Когда Достаточно Качественные Предприниматели Уже Не Первый Свой Стартап Делают До Это Были Экзиты Брали Деньги У нас А Не У Более Крупного Инвестиционного Фонда Потому Что Они Понимали Что С нами Можно Выстроить Более Партнерские Отношения А С Этим Крупным Фондом Будет Сложнее Это Делать Скорее Всего Будет Некое Если Не Сразу То Может Быть Чуть Позже Навязывание Стратегии И Вот Этого Они Не Хотят Тот Кто В Себе Уверен Он Может Себе Это Позволить Да Это Очень Резонно Смотри Дмитрий А вот Еще Такой Вопрос По Поводу Предпринимателя У Каждого Ну Я Может Не У Каждого Но У Многих Висей Есть Вот Такой Свой Любимый Типаж Предпринимателя Я Я Очень Чет Хотя Они Очень Разные Совсем Совсем Разные Но Я С Определенным Типом Человека И Не Знать Что Он Один И Тот Ж Для Всех Больших Клиентов Но Для Меня Точно Знаю Какой Я В Двух Словах Могу Сказать Что Это Человек Очень Зафокусированный Что Это Человек Очень Конкретный Вот Эта Штука Которую Многие Не Понимают Что Он Не Не Рассказывает Про Что Через Пять Лет Человек Абсолютно Четко Конкретно Говорит О Бизнесе Я Вижу Не Мечтателя Непонятно О чем А Строителя Бизнеса И При Этом Меня Очень Подкупает Иногда Я Обманываюсь Но Меня Очень Подкупает Человек Зажженный Типа Закерберга Который Настолько Горит Настолько Огненный Что Ты Чувствуешь Что Он Лавиной Будет Все Сносить Для Него Нет Это Просто Комарик Пролетел Пропищал Это Ему Вообще Пофиг Кто Нет Говорит Вот Такой Примерно Мой Тип И Он Такой Как Правило Они Бывают Очень Хмурые Бывают Очень Веселые Мой Тип Зафокусированный Безумно Убежденный И Очень Зафокусированный На Конкретике На Цифрах Как Для Тебя Как Для Тебя Как Типаж Скорее Всего Чудик Неожиданно Тебя Неожиданно Окей То есть Он Не Ну Скажем Так У него Есть Какие-то Странности И Если Все Что Ты Сказал Плюс Странности Это Вот Прям Соус Он Не Будет Прям Вот Сто Процентов От Мира Всего Это Точно Это Хорошо Основная Мысль Интересно Потому Что Если Смотреть Знаешь Как Мы Всегда Крепки Задним Умом И Говорим А Вот С Этим Не Получилось Или С Этой Потому Что Я Помню Еще На Встрече Тогда Вот Она Так С С Два Но Вот Глядя На Всех Тех Кто Успешный Да Это Вот Ребята Просто Дривен Просто С Ты В моем Понимании Человек Очень Я надеюсь Я не обижаю Человек Очень рациональный По-моему Очень такой Перцептив Думающий Наверное Опыт Работы В корпорации Сначала МТС Потом Инвестиционный Холдинг Финам В том Несколько тысяч Человек Работает Здесь Несколько тысяч Человек Работает Несмотря на то Что какие-то Были там Свои стартапы Ты невольно Этой структурой Как-то Проникаешься Немножко Понимаешь Работает И как Тебе нужно В ней себя вести Несмотря на то Что там В том же Финаме Благодаря Бенефицару Основному Виктору Ремшу Никогда ничего Не было Забюрократизировано Все равно Это некий Такой Некая такая Большая машина Вот Поэтому Очень много Всего происходит И тебе Действительно Нужно Достаточно Рационально Ко всему Подходить Вот Философский Наверное Такой вопрос Дмитрий Мы же В индустрии Смысл Который Это Зарабатывание Денег Но Деньги Как бы Это же Не смысл Жизни В чем Прости за Такой резкий Вопрос В чем Для тебя Смысл Жизни Что Тебя делает Счастливым И Что Тебя наполняет Тем Что Блин Так классно Вот Вот То Что Происходит Слушай Есть Не знаю Как это Назвать Но Помнишь У людей Опрос Проводят У тех Кто На смертном Адре О чем Вы Жалеете Что Они Делали В этой Жизни И Они Говорят И основное Что они Говорят Это Они Говорят Что Мы Очень Мало Проводили Время С Родными Близкими Очень Мало Им Времени Уделяли Вот Поэтому Конечно Самое Главное В этой Жизни Мне Кажется Это Твоя Семья Класс Все Твои Близкие Работа Это Наверное Просто Некая Некий Способ Тебе Профессионально Самореализоваться И Обеспечить Некий Уровень Более Менее Достойного Существования Но Конечно Он Никогда Не Должен Доминировать Над Семьей Сказал Я И понял Что У нас На самом Деле У Венчурных Инвесторов К сожалению Мы Все Время Думаем Что Когда Мы К этому Придем Вот Еще Чуть И Так Будет Семья Это Самое Главное А Работа Это Что Что Мы Делаем Хорошо Профессионально Но Оно Не Главное А По Факту Получается Что Конечно Мы Работе Уделяем Намного Большую Заржал Потому Что Я Вспомнил Что У Любимая Майка Надо Было На Интервью Надеть Admitting You Are An Asshole Is The First Scat Для Тех Слышащих Кто По Английски Не Очень Признать Что Ты Засранец Это Первый Шаг Слушай Спасибо Очень Откровенный Такой Ответ И Все Ответы Давай Наверное Еще Один Вопросик Такой Более Философский Он Как-то Подумать Что Будет Вот В Моем Понимании Скажи Мне Потому Что Дмитрий Может Я Совсем Уже Идеалист В Моем Понимании Степень Роботизации Замены Человека Инноваций Он Настолько Сейчас По Нарастающему Еще Кстати Благодаря Этому Карантин Вирусу Он Настолько Несется Вперед Вот Эти Driverless Cars Которые Там Перейдут На Третий Четвертый Уровень Просто Вообще Без Человека Просто Нажал На Кнопку И Они При Этом Могут Нестись На Огромной Скорости Там Вот Ты Упомянул 3D Принтинг Где Человек Почти А потом И Вообще Совсем Не Нужен Там Я Незаметно Но Достаточно Быстро Ведет Нас К тому Времени Когда В Огромнейшем Количестве Работ Причем В некоторых Достаточно Удивительных Там Врачебных Юридических И так Далее Человек Особо Не Нужен Будет Либо Нужен Будет Там Какой-нибудь Один Супервайзер Там 100 Юридических Ботов Вот Которые Все будут Отвечать Все будут Делать Там Операции Делать Разрезать Сшивать Гораздо Лучше Быстрее Эффективнее Надежнее И так Далее Чем Человек Мне Кажется Что Это Произойдет Гораздо Быстрее Понятно Что По Частям Понятно Что Не Сразу Что Ты Как Ты Думаешь Об Этому Ты Знаешь Вот Мы С тобой Главное Вот Ты Подтвердишь Это Мы С тобой Не Обсуждали Те Вопросы Те Темы На Тема Роботов Стала Безумно Интересна Когда Дмитрий Гришин Увлекся Этой Темой Я Подумал О Ну Как Здорово Он Средства Достаточно Серьезные Собирается Выделять Но А Где Они Что Куда Не Ниокер Сумасшедший Пока Условно Разрабатывают Какого Одно Hardware По Факту Уже Технологии Других Лабораторий Опережают И Можно Бросить Его На Пол Он Так Разлетится И Сказать Ну Ничего Не Получилось Давай Что-нибудь Другое Делай Там А Куча Миллионов Уже Потратили А Сейчас Я Начинаю Контент Ко мне Как-то Поступает Может Быть Там Видят Контекст Мой Клубнику Роботы Собирают Еду Доставляют Потом Везде Там Уже Медсестер Заменяют И И Так Далее И Так Далее То Далее То Колоссальнейший Роботизация Рынок Колоссальнейший Говорят Сейчас О том Что Ну Вернее Разные Точки Зрения Есть Есть Точка Зрения Что Нифига Люди Которые Потеряют Работу Из-за Роботов Они Найдут Другую Работу Окей Вторая Точка Зрения Что Нифига Они Найдут Вот Они Как раз Будут 20 30 40 Процентов Безработницы Но Мне кажется Что Часть Сможет Приспособиться И найдет Новую работу А часть Реально Не сможет Поэтому Это Будет Какой-то Все-таки Микс Но Это Неизбежно Другое Дело Что С Каким Интелектом Будут Эти Роботы Они Будут Жестко Запрограммированным Интеллектом Или С Искусственным Вот Это Вопрос Да Потому Что Восстание Машин Наверное Очень Много Из Того Что В Романах Фантастов Потом Появлялось Да По факту И Восстание Машин Оно Тоже Наверное Рано Или Поздно Может Случиться Кто Знает И Конечно Мне Кажется Там Это Процессы Они Сейчас Вот Как раз Будут Более Стремительно Развиваться Пандемия Опять же Показала Там Что У нас Пандемия Два Пандемии Три Как бы Запросто Можно Получить И Эти Вещи Все Будут Гораздо Более Быстро Развиваться И Уже Наверное Как-то Будет Там Внедряться Такое Регулирование Будут Вмешиваться Регуляторы Для Того Чтобы Как раз Не допустить Негативное Негативное Влияние На Людей Мне кажется Вот По такому Путю Там Будет Все Развиваться Я Я очень много На эту тему Последние Несколько лет Читал У Каспарова Много Интересного Курцвилла Кейт Дарлинг Есть такая Ужасно Интересная Роботов Психолог Представляешь Есть такая Целая Может Кстати В курсе Я просто Для меня Было Фантастикой В прошлом Году Найти Что Есть Робота Робота Психология Это Безумно Интересное Направление Ужасно Интересно И Знаешь Мое Как раз Я тоже Со многими Дискутировал Типа Что люди Чему-то Научатся Но А чему Научатся Люди Которые Переворачивают Бюргеры Или На велосипеде Доставляют Еду Как ты Можешь Научить Программировать Роботов И так далее Есть Огромное Количество Людей Это Не их Вина Многих Это Их Беда Они Родились Не там Где Мы С тобой Не в тех Семьях Не в тех Местах Вот Ну Просто Окажется Не при делах Причем Многие Люди Очень Умные Высококвалифицированные Я не очень Уверен Зачем Утуп Упомянул Там Медсестер Registered Nurse Это Очень Крутая В Америке Профессия Ты Наверное Знаешь Серьезными Зарплатами У них Высшее Образование У этих Людей И так Далее И так Далее И в принципе Как бы Приработать Роботизации Того Что Они делают Ну Может быть Одна И то же самое С врачами У меня Сестра Врач И Как бы Мы очень близки Я с ней часто Все эти темы Обсуждаю И вот Из того Что я вижу Гигантское Количество Того Что оно Делает Не только Автоматизируемо Очень легко Просто Супер легко Но даже Когда ты обсуждаешь Какие-то вещи Ты понимаешь Что Не может Человек В отличие от Машины Сам Все это Так четко Знать И как бы Так же Как мы с тобой Часто действуем Вот как ты правильно Сказал По чуйке Понятно Что она На цифрах Основанной И так далее Но Это не идеальное Решение Которое Мы принимаем Они могут Да Там Там Где есть Протокол Где можно Внедрить Протокол Там он Будет Внедряться Поэтому Я сказал Про регуляторов Что конечно Это резко Не будет Происходить Условно Будут Наверное Квоты Какие-то Выделять Там Больницы Сколько Медсестер Можно Вам Квалификации Они должны Будут Все-таки Организовываться Ну просто Не очень Понятно Во что Я могу Себе Представить Огромное Количество Юристов Врачей Даже Кстати И программистов Которые Останутся Без работы И чему-то Смогут Научиться Но Чему Ты сможешь Научить Людей Очень низко Квалифицированных Я не знаю Чистить Роботов Роботы Сами Друг друга Почистят Что-то Доставлять Нужно Мыть Не нужно Думаешь Они все Уйдут В какой-то Криминал Будут Стоять За ангаром За ангаром И говорить БМВ Сов-драйвинг Сов-драйвинг Вейкл Будут Везде А он Будет БМВ 98-го Года На механике Вау Хочу Прекрасно 100 тысяч долларов Давай Пожи Да нет Нет Я думаю Что Я думаю Что Им Постараются Скорее всего Найти Применение Возможно В Сложно Так конечно Предположить Возможно В каких-то Секторах Где Ну Прям Вот Уже Сложно Заменить И Так как Будет Очень много Чего Роботизировано И Communication Tools Будут Очень сильно Развиты Возможно Эти люди Смогут В каком-то Либо Самом Низшем Сегменте Либо В Лухаре Как говорят Да Сегменте Что-то Оказывать Какие-то Услуги И это Будет Высочайшее Не знаю Там Высочайшее Самое Самое Дорогое Самое Дорогое Самое Дорогое Дорогое Сапога Или Уборка Дома Например Да К тебе Пришел Сапожник Чистящих Обуви Да Ты знаешь А ко мне Приходит Человек Ты присажаешь Квастаешься Кому-нибудь Сидишь Бизнес Партнером Пиво Пьешь Ну а у меня Там Как и у всех Там В принципе Роботы А ко мне Человек Приходит Вау Респект Да Я представил У кого-нибудь Быть в гостях Какая-нибудь Ветеринка Вдруг Человек Все Так Оборачивается Кто Да Да Ты Можете Позволить Поддомник Поещий Человек Из Мексики Приехал Понятно Да Ну просто Такая Интересная Философская Тема Которая Я много Думаю Дмитрий Спасибо Тебе Огромное Ужасно Ужасно Классно Час Пролетел Практически Незаметно Ну с тобой Приятно Общаться Хотя Сейчас Вот Знаешь Как здорово Стало Что Зум Много У кого Бесплатный И Сорокаминутные Интервалы Очень Позволяют Эффективно Проводить Совещание Но с тобой Я готов Игла Ну Спасибо Тебе Взаимно Было Очень здорово Я уверен Что Не Позвела Кстати На На Эту Тему Такой Прикол Мы же Собираем Это Весит Чем Ты Видел Да И Мы Первый Раз Когда Сделали Там Я Просто Не Ожидал У меня Примем Но там Ограничение 100 человек А у нас Гораздо Больше Я Просто Вообще В ужасе Народ Ругается Как так Мы хотели Зайти Но потом Уже Поняли Что Там Не обязательно Чтобы Сотни Людей Были В зуме Можно Просто Это Стрим Делать На YouTube Вот Сейчас Записываем Вот И Я Такой Побежал Думаю Блин Срочно Я купил Что 500 Можно Если Вдруг Надо Ближайшее Время На 500 Человек Слушай Ну Зум Конечно Вообще Красавцы Мне Тут Попалась Компания Которая Рейзит Деньги На Это Сервис Организации Клубных Мероприятий В зум Клубных Закрытых Клубных Закрытых Там Может Что Угодно Может Быть И танцы Может И не танцы Все Что Угодно Клубные Вечеринки В зум Сейчас Даже Для Сделок Которые Проводятся В зум Инвестиционные Придумали Понятие Зум Сделки Да Дмитрий Спасибо Тебе Огромное Ужасно Было Приятно Я надеюсь Что Карантин Все Таки Пройдет Ты В очередной Раз Как В прошлом Было Будешь Где-то В наших Краях А может Даже И я В ваших Пока Планов Нет Вот Надеюсь Увидимся Буду Очень Рад Обязательно Обязательно Спасибо Счастливо Будь Здоров Очень Где стартаркотики Как растут Стартаркотики Кто у нас Стартаркотики Занятые рекордами Лежатки Незда